Добрый день, шановные сябры! Закончилась осень, наступила зима, ну а мы с черговым оглядом по ситуации с правами человека в Беларуси за листопад месяц. Месяц выдаётся, треба сказать, вельми багатым на разного кшталту подеи, в основном, на жаль, негативные, але почнём с больше-менш позитивных. На протягом месяце были спинены криминальные справы в точнении до 14 журналистов информационных агентствах «Гелопан» и «Тутбай». Это, конечно, безумовно позитивный момент. Справы были спинены в связи с притягнением фигурантов и административной отказности. Однако, на нашу думку, это ещё раз подкресливает те непропорционные и жёсткие дни силовиков, которые мы не зрели на начале сбуджения этой криминальной справы. Киратрусы в редакциях затримания некоторых фигурантов изолятора часового утримания на трое суток то есть сейчас мы видим, что на самом речи можно было обвестись значительно меньше погрозливыми и жёсткими действиями. Одним фигурантом справы, до этого застаётся главный редактор информационного агентства «Тутбай» Марина Золотова, которой было предъявлено обвинувачивание за безденье службовой особой, отказность, дарящую по этому артеку, довольно серьёзной – до пяти годов позволения воли. Ну а зараз треба сказать про те негативные идеи, которые мы называли на протягу месяца. Это, конечно, черговый расстрел двух приговоров над смиротного покарания Беларуси, это с подорог вершанковой беражной. Тяжко, конечно, коментовать, потому что, с одного боку, Беларусь протягивает диалог по проблеме при ней смиротного покарания в нашей краине, одночасово применяя это самое смиротное покарание на практице. И кольки так будет протягиваться, никому не ведомо. Так само на протягу месяца назирались факты тиску на наших коллегов правооборонцев от имлюков и сябров нашей организации. Так, в приватности господара Олесь Бураков в Могилёве был выкликан на размову представникам Костричневского района с города Могилёва, который поведомил господару Олесье про то, что отбывается до его дочинения проверка МКК по артикулу 193.КК Республики Беларусь по факту деятельности доменец растрованной организации правооборончивого центра «Весна». Но это выкликает у нас широе издевление, поскольку такого штата проверки отбывается на фоне широко анонсованного уладами темлику из высоких трибунов Комитета по праву человека ГАН в процессе отмены этого артикула замены криминальной отказности на административную задеянность административных организаций, что в свою очередь мы так само конечно личим недопущенным и мы личим недопущенным любую отказность на задеянность организации, которая не наносит никакой шкоды ни громадству, ни особе, ни державе. А лет им не меньше. Так само в городне до административной отказности притягнутый наш коллега, сябра нашей организации Виктор Сазонов, который уже являлся за традиционным уже мероприемством ушановления памяти героя повстания 1863 года в местечко Систоч. Суд полечу непереконавшим доказ господа Сазонова про то, что ее не принимал непосредственно в этой акции, а за это мероприемство. Но суд признал его все одно виноватым и притягнул до отказности выгоду штрафа. В притяге находится в турне господар Жамчужный. Традиционно мы его как один предвязник, который состоится в турне Беларуси. Ну и треба сказать, что в этом месяце у Лады так само ужили таки специфичные досицы від политичных репрессий до представников опозиции, як высылка с краины. Так пресс-секретарь Объединенной громадянской партии с благодарением Гана Красулина повод для решения отдела по эмиграции и громадянству повинна была быть выслана с краиной в связи с погрозой громадянским аппаратом. Так само треба сказать, что на протягом месяце зафиксованные шматлики и выпадки притягнений громадян до администрации на отказности за небыто распавсюд экстремистских материалов, экстремистских надписов. В большинстве выпадков это никаким чином незвязанно за распавсюданных экстремистских высказываний, символов и т.д. Но судите сами, когда притягивают до отказности антифашистов Городний за размещение антифашистских молюнков и плакатов, где, например, намалеваны человечки, выкидывая свастыку в сметницу и это трактуется как распавсюд нацистской символики, но тут кажуть, некие комментарии неуместны. Ну, таким чином, на протяжении этого месяца неких соправдопозитивных и систематических сменов около права человека мы, на жаль, не зафиксовали. Будем зверать надалей. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok